Всем привет! Приближается пара карнавалов и тематических вечеринок. Самый ближайший праздник это Хэллоуин, известный нам всем своими устрашающими костюмами и необычным гримом. Сегодня я вам расскажу, как за 15 минут и с содержимым вашей косметички сделать необычный и красивый грим, и вы станете королевой этого вечера. Мы выбрали образ королевы ночи. Этот макияж не будет страшным, он будет страшно красивым, а он наоборот подчеркнет ваше достоинство. Начинаем мы наш образ, как и любой макияж, с нанесения тона. Всем известно, что тональный крем не рекомендуется наносить на область вокруг глаз, поэтому здесь мы используем специальный корректор, предназначенный для этой области. Сейчас будем с вами рисовать стрелки. Подводку вы можете использовать абсолютно любую, ту, к которой вы привыкли. В моем случае это компактная подводка, которая разбавляется водичкой, и стрелочку мы будем рисовать в три этапа. Первый этап от середины глаза и до конца мы проводим линию, которая слегка утолщается. Второй шаг, проводим линию от начала глаза до серединки, тоненькую, вдоль ресничного края. Третий этап это хвостик, чтобы стрелка гармонично смотрелась. На глазах хвостик должен смотреть на кончик брови. По такому же принципу мы с вами рисуем вторую стрелку. Светлым карандашом мы сейчас с вами наметим те области, на которых мы будем выполнять грим. И в любом гриме, в макияже очень важно соблюдать пропорции лица, поэтому светлые у нас будет здесь, темные под скулой. Очень важно не выходить ниже и не поднимать скул выше. Если в обычном макияже вы подчеркиваете скулы более темным оттенком пудры, в нашем образе мы это будем делать хаотичными штрихами черной подводкой. В самом начале они могут быть более толстые, к центру лица становиться тоньше. Зона, на которую обычно наносится хайлайтер, чтобы подсветить, на нее мы будем наносить белую краску. По такому же принципу мы делаем вторую сторону. В обычном макияже мы выделяем складку темными тенями. Сейчас мы это сделаем по принципу такой же штриховки. Внутренний уголок глаза мы затемняем сильнее, соединяем линии с бровями. Для графичности нашего образа мы нанесем белую полосочку на века. По такому же принципу мы делаем вторую сторону. Чтобы придать взгляду выразительности некую хитрость, мы выделили уголок глаза и заострили его. Сейчас мы продублируем это черным цветом. Губы мы с вами сделаем черного цвета. Вряд ли, конечно, у вас есть черная губная помада, поэтому вы можете использовать обычный черный карандаш для глаз, который сверху необходимо будет покрыть прозрачным блеском. Блеск даст нам объем и, конечно, избавит вас от ощущения сухости. Возьмите капельку перламутровых или сияющих теней и нанесите их над верхней губой. Именно этот эффект придает губам дополнительный объем. Последний штрих нанесем с вами блестки. Какая же королева ночи без сияния звезд. Ну и перед тем, как выйти из дома, не забудьте нанести на губы немножечко блеска, для того, чтобы они выглядели сияющими и соблазнительными. Если вы использовали для губ черный карандаш, то не забудьте нанести обязательно прозрачный либо полупрозрачный блеск сверху. Итак, наш образ готов. Я думаю, что вы убедились, нам потребовалось на это всего 15 минут времени и содержимое вашей косметички. Как известно, дети очень любят наряжаться и примерять на себя разные образы. Для Сони мы выбрали образ фарфоровой куколки. Для этого вам понадобится содержимое вашей косметички и всего 10-15 минут вашего времени. Начнем мы с нанесения жидкого халайтера. Вы можете использовать жидкий халайтер, сухой, либо любую светоотражающую пудру. Нам нужно придать коже сияние. В детском макияже, в гриме мы не будем использовать тональные средства, чтобы не перегружать детскую кожу. Наносим светлые перламутровые тени на подвижное веко. Их же наносим на уголочку над губой и во внутренний уголок глаза. Если вы использовали рассыпчатые тени и они у вас остались, чтобы их не выбрасывать, возьмите кисть побольше и нанесите их на скулы. Если у вас нет розовых теней, вы можете использовать розовые румяна. Наносим розовый цвет на уголок глаза, чуть-чуть в складочку. Кисти для румян, этими же самыми румянами, наносим на щечки. Вы можете соединить линию от глаза к щеке, для праздника это вполне подойдет. Накрасим слегка реснички. Наносите тушь только на кончики. После того, как нанесете тушь на реснички, не забудьте сказать ребенку, что с этого момента руками глаза не трогаем. Какая же кукла без выразительных ярких губ? Тут вы можете использовать розовую помаду либо блеск. Верхнюю губу прорисуйте выразительнее. Итак, начнем рисовать трещинки. Для того, чтобы создать эффект фарфоровой куклы из старого-старого замка. Я скажу родителям, что меня разбилось лицом. Все вы наверняка видели, конечно же, как выглядят трещины. Тут может быть старая потрескавшаяся краска. Линии должны быть хаотичные и тоненькие. Я думаю, что такого количества трещин к нам будет достаточно. Все-таки у нас цель не испугать. Итак, наш образ готов. Мы потратили на это всего 10 минут и содержимое вашей косметички. Несмотря на черные трещины, образ выглядит все равно очень милым. Фарфоровой куколки из старого замка. Тебе нравится? Да, мне очень понравилось.